МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Вадим Пачема. Смотрите сегодня. 46 компаний из 15 стран мира. Глава Чувашии принял участие в мероприятиях Международного военно-технического форума «Армия-2018». Налево нельзя. В Чебоксарах запретили левый поворот с улицы композиторов Воробьевых на Карла Маркса. Высоко сижу, далеко гляжу. На Красной площади заработало новое колесо обозрения. Считанные дни остаются до сдачи Чувашского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Кочетова. Сейчас работа идет в режиме нон-стоп. Сегодня на помощь строителям пришли сотрудники Сбербанка. Работа на строительстве кадетского корпуса для сотрудников Сбербанка нашлась, как только они подошли к воротам. Сегодня привезли мебель для фойе главного корпуса. Так что первая задача – занести все внутрь. Как тяжело? Нет, не тяжело. Сколько уже успели? 25. В час дня работа началась, а уже в 13.08 мужчины занесли внутрь последний диван и принялись за благоустройство. Им поручили равномерно распределить торф. Это грунт, будет красивый зеленый газон. Девушки в это время наводили порядок в помещениях блока питания. Как говорят сами, это вместо зарядки. Иногда полезно сменить вид деятельности и поработать руками. Это нужно все равно, мы офисные сотрудники, нужно хотя бы выходить. Впрочем, кому-то сегодняшняя акция помогла не только размяться и почувствовать себя причастным к строительству большого объекта федерального уровня, но и построить планы на будущее. У меня есть сын. Вот теперь я ему расскажу, что у нас открылся такой кадетский корпус замечательный. Я даже помыла тут окна, и может быть, ему стоит задуматься о поступлении сюда. Сбербанк уже не единожды показывался как социально ориентированная организация. Для нас очень важно участвовать во всех проектах, которые поддерживаются главой республики и, соответственно, кадетский корпус. Для нас очень тоже важен. Мы жители города Чебоксар, поэтому решили внести свой вклад. Иными словами, все согласно главному лозунгу. Сбербанк всегда рядом. Ну что, Саша, заканчивайте? Ух, наконец-то закончили. Итак, эстафету перенимают журналисты республики. Но это уже совсем другая история. О том, что делали республиканские СМИ в кадетском корпусе, кроме подготовки материалов, завтра в нашем выпуске. Международный форум «Армия-2018» открывает новые возможности. В конгрессно-выставочном центре развернули свои экспозиции более полутора тысяч предприятий. Старт деловой программе дали накануне. С рабочей поездкой в подмосковную Кубинку отправился и глава Чувашии. Подробности у Дмитрия Ковалева. От современных модификаций бронежилетов до современных бронетранспортеров и танков, уже прошедших боевое крещение. А еще вертолеты, зенитные установки, Международный форум «Армия-2018» продолжает бить рекорды. В этом году здесь представлено свыше 25 тысяч экспонатов. В парке «Патриот» занята вся выставочная площадь. Чтобы рассмотреть детально каждый экспонат, и недели не хватит. Техника, представленная здесь, обеспечивает безопасность на море, земле и воздухе. Министр обороны страны отметил, что к форуму все больше проявляют интерес и зарубежные делегации. Только вместе, доверяя друг другу, мы сможем противостоять общим вызовам и угрозам, обеспечить глобальную стабильность и безопасность. Убежден, что обширная программа форума вновь убедительно продемонстрирует огромный потенциал наших оружейников, конструкторов, инженеров, рабочих. Новинок на форуме немало. Здесь модифицированы Т-90 и танк «Армата», и боевая машина пехоты «Бумеранг». Техника не только на стендах, но и на полигоне. Огневая мощь во всей красе. Большой вклад в укрепление обороноспособности России вносят и предприятия республики. В боевых действиях уже испытаны фургоны шумерлинского завода. Таким модулям не страшны даже экстремально низкие температуры. Для нужд Минобороны была произведена и мобильная кухня. Для гостей форума приготовили солдатскую кашу. Вкусно, на свежем воздухе. Кто-то молодость вспоминает, как в армии ели. А на этом заводе выпускают ленты для автоматов, парашютов, машин, самолетов и даже ракет. Особенность данной продукции в том, что она уникальна. Она производится из специального кабеля, который поставляется в НИИ кабелестроения Российской Федерации. Этим кабелем система управления двигателем связывается непосредственно с двигателем и, соответственно, ракета летает. В том числе, например, грузовой текстиль. У нас есть такое направление. Это те ленты, которые идут в грузовые автомобили, в контейнерные перевозки и так далее. В республике производят и амуницию для военных от обуви до кобуры. Впрочем, с продукцией в заводах СН глава региона знаком не понаслышке. Вы, Николай Васильевич, же и говорите с пользователем нашей продукции. Буду заказывать и все, ну а как? Как открытие состоялось? Нормально. На ушке сидел и 30 градусов мороз. Еще нормально все. Для нас это лучшая похвала, значит, мы правильно работаем в нужном направлении. Предприятия республики разрабатывают и инновации для авиационного комплекса. Бортовая электроника из Чебоксара оснащают истребители и вертолеты. На стендах завода и экспериментальные пульты управления кабиной самолета Суперджет. Это у нас пробная проверка поставить на гражданские самолеты. Это Суперджет. Значит, в принципе, интерес проявлен. Мы гордимся вашими результатами, успехами. 4 тысячи человек в целом работают, проблемы не создавали. И самое главное, заказы, качество. Цена и качество. Значит, когда есть руковод в республике и завод в одно целое, ну это хорошо. А это инновации для флота. Первые образцы щитов автоматов завода в НИР Прогресс поступят на боевые катера сразу после форума. Сейчас такую продукцию не производят больше нигде в стране. На нем щиты автоматического выключателя ВА-16, полностью отечественной разработки. Я вам обещал, Михаил Васильевич, Суровов сдержал. На флот, на боевой идут щиты с нашими автоматическими выключателями. На Международном военно-техническом форуме можно было погрузиться и в виртуальную реальность. Это трехмерная площадка крупной корпорации, в состав которой входит и Шумерлинский завод спецавтомобилей. В 3D-ЦХ пригласили и главу республики. Вы можете подходить к дверям, открывать, вот слева видите ворота, вы можете как раз к ним подойти, оказавшись внутри помещения. Да-да-да, отпускайте. Так, теперь вы можете поворачиваться вокруг себя, осматривать. Такие виртуальные площадки намерены использовать и для обучения специалистов. Мы точно так же делаем виртуальные тренажеры для того, чтобы особо сложные технологические операции над вооружением и военной техникой по ремонту, восстановлению. Человек мог отработать эти операции. Такого рода модуль, модуль VR является неотъемлемой частью нашего программно-аппаратного комплекса «Графит». Данный форум должен помочь наладить взаимовыгодные контакты. У предприятий «Чувашии» появились новые партнеры. Совместные проекты намерены реализовать разработчики спутниковой навигации из Московской области. Все самые последние наработки, которые коллеги разрабатывают, внедряют, так сказать, в аппаратуру, мы пытаемся включить состав своего комплекса. Михаил Игнатьев отметил, что предприятия республики выпускают востребованную продукцию. Они выполняют государственный заказ по обеспечению Министерства обороны Российской Федерации, вооруженных сил Российской Федерации, по выпуску товаров оборонно-промышленного комплекса. Работают ответственно, выигрывают конкурсы и получают государственный заказ на миллиарды рублей. Выставка сама позволяет здесь, участвуя на разных совещаниях, круглых столах, представлять свои предложения и знать, владеть просто ситуацией, где что происходит и к чему нужно двигаться. На форуме «Армия-2018» Михаил Игнатьев провел и ряд деловых переговоров. Глава региона встретился с министром обороны страны Сергеем Шойгу, вице-премьером Юрием Борисовым, а также специальным представителем президента Сергеем Ивановым. Итоги работы форума еще предстоит подвести. Он продлится до конца недели. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика из Московской области. В минувший понедельник, 20 августа, в России вступил в силу приказ Минфина страны о повышении минимальной стоимости водки любой крепости до 205 рублей за пол-литра. Повышение в ведомстве объясняют ростом акцизов, тарифов на электроэнергию и других затрат при производстве. Между тем, чтобы средства от продажи алкоголя пополняли бюджет именно нашей республики, нужно, чтобы в магазинах продавался алкоголь местных производителей, рассказывают специалисты. В прошлом году открылся Чебоксарский водочный завод. Чуть раньше Ярдинский спецзавод начал свою работу. И практически за все годы с лишним работой, с местными товаропозаводителями, не было ни одного нарекания на качество данной продукции. В общем, объеме продаж водки в системе Чувашского Союза, есть еще и федеральные сорта, занимает наше место водкой 90%. Если бы все лицензиаты, которые есть на территории Чувашской Республики, которые торгуют алкогольной продукцией, довели объем продаж местной алкогольной продукции, до этой цифры, вы представляете, какие дополнительные поступления были бы в наш бюджет? 22 августа по всей стране отмечают День государственного флага России. Этот праздник был утвержден президентским указом в 1994 году, хотя история российского триколора берет свое начало в 17 веке, когда бело-синий-красный флаг был поднят на первом русском военном корабле «Орел». Во времена Российской империи официальный государственный флаг был черно-желто-белым и просуществовал до 1883 года. В царствовании императора Александра III допускалось использовать триколор для украшения зданий по торжественным случаям. Накануне коронации Николая II он окончательно сменил своего предшественника. С приходом к власти большевиков бело-синий-красный флаг утратил свой статус, уступив ему красному знамени. Решение вернуться к нему было принято 22 августа 1991 года на чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР. Ежедневно по дорогам Чебоксар проезжает в среднем 180 тысяч автомобилей. Столичные дороги не были рассчитаны на такую нагрузку. Чтобы освободить особо оживленные участки улиц, власти города предпринимают необходимые меры – внедряют новые технологии или следуют классическим. Убирают пешеходные переходы, запрещают повороты. Но водители не всегда замечают эти изменения. Поворот с улицы композиторов в Воробьевых на Карла Маркса запрещен почти неделю. Но водители по привычке продолжают поворачивать налево, невзирая на новый знак. Такая невнимательность приводит к созданию аварийной обстановки на дороге и штрафам. За считанные дни камеры зафиксировали десятки, а то и сотни нарушений. Но у таких изменений есть серьезные аргументы. После того, как мы ввели эту стрелку, там тоже требуется время. Первые два дня фиксации не было, но сейчас уже, по-моему, все настроено и эти нарушители будут наказаны. У нас будет уже 4 полосы движения в сторону Московского проспекта. Одна полоса будет для поворота налево, две полосы в прямом направлении и выделена полоса для общественного транспорта. Также планируем переразметить и выделить дополнительную полосу на съезде с Калининского моста. То есть для поворота налево на улицу Ярославскую будет одна полоса, две полосы в прямом направлении, и одна полоса для поворота направо. То есть эти все мероприятия позволят увеличить еще пропускную способность данного узла. По мне так лучше, мне удобнее, если честно. Месяц назад на кольце Роща было организовано турбокольцевое пересечение. Оно отличается от обычного кругового движения несколькими полосами, размеченными по спирали. Потоки транспорта проходят сортировку еще до въезда на кольцо. Но введение призвано уменьшить число ДТП и увеличить пропускную способность. Это первый опыт в России, и его уже можно назвать положительным. Татьяна Филатова, Игорь Зверев, Республика. Завершено расследование уголовного дела о падении двух рабочих при строительстве 16-этажного дома в городе Новочебоксарске в мае этого года. Мужчины упали во время подъема утеплителя, а строительные леса оказались непригодными для эксплуатации из-за неправильной сборки. Оба остались живы. По версии следствия, это произошло в результате нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, допущенных обвиняемым. При этом насыпной грунт под основанием лесов должным образом уплотнен не был, а крепление их к стене произведено перфорированной лентой, а не способом, предусмотренным паспортом завода-изготовителя. Тем не менее, обвиняемый незаконно принял строительные леса в эксплуатацию, а также не убедился в квалификации, привлеченных к выполнению работы лиц и допустил их неподготовленными и не обученными правилам охраны труда. Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Новочебоксарский городской суд для рассмотрения по существу. Центр города как на ладони. В Чебоксарах заработало новое колесо обозрения. Устанавливать новое колесо обозрения на Красной площади начали еще в апреле этого года. Тогда жители близлежащих домов были обеспокоены тем, насколько такое соотечество безопасно. Чебоксарцам объяснили, все нормы установки подобных аттракционов соблюдены. С жителями дома напротив мы встречались, разговаривали, у них были опасения по поводу того, что колесо будет шумным, что у них там будут перебежать стекла, дети не смогут спать. Но, как вы можете слышать, шума вообще практически никакого не производит. Оно бесшумное, малошумное, скажем так, не бесшумное, малошумное. И у них были опасения по поводу того, что колесо может упасть на их дом, как бы их завалить. Но на самом деле, как бы, начнем с того, что высота колеса меньшее расстояние до дома, первое. А второе, как бы, упасть оно не может, потому что он стоит под собственным весом, на опорах. И более того, у него нет никакой парусности. Вообще безопасности здесь уделяется большое внимание. Посетители наши прошли, мы закрываем, снаружи фиксируем, фиксируем, фиксируем. У нас свет внутри кабины тухнет, наружная лампочка индикатора тухнет и загорается неонавилента. Любителям высоты остается лишь расположиться на диванчике и наслаждаться видами. Изнутри открыть дверцу невозможно, она открывается только снаружи, это сделано из соображений безопасности, чтобы никто не смог на высоте выпасть. На случай отсутствия электроэнергии, неожиданного отключения электроэнергии полного во всех наших блоках и предусмотрена система безопасного спускания людей, отключаются пневматические подушки и вручную с помощью ручек электродвигатели прокручиваются и колесо приводится в движение и вручную можно людей спустить. Если спускать, допустим, с самой верхней точки, около получаса. Кабинки оформлены в разных музыкальных стилях. В каждой из 24 установлены кондиционеры и обогреватели, поэтому колесо обозрения может работать круглый год. Один круг на колесе обозрения длится в среднем 20 минут. За это время можно рассмотреть всю историческую часть Чебоксар. Так понравилось, такой красивый город, очень много церквей, монастырей, не знаю, как храмов назвать. Особенно вот этот вот центр туристический, действительно жемчужина России. Мы приехали из Нижнекамска. Все точки, которые, в принципе, интересны для посещения и для информации, для получения какой-то информации, они интересны и видны. А наверху, вот на колесе, очень хорошо, мы по кругу посмотрели, семь церквей насчитали. Так что, очень красивый город. Кстати, в том, что аттракцион пользуется популярностью среди жителей и гостей столицы, мы смогли убедиться лично. Несмотря на будний день, желающих прокатиться оказалось немало. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. Лес валят, щепки летят. В Сосновке прошел конкурс «Лесоруб за Волжье-2018». Почувствовала себя в роли лесовода и Юлия Важенина. Наломать дров – это не про них. 12 лесорубов скрестили бензопилы за звание лучшего. Валка дерева – одно из сложнейших заданий конкурса. С филигранной точностью участники должны срубить стол. Основная сложность – попасть между этими колышками максимально близко к центральному. Но и это еще не все. Попасть точно в цель недостаточно. На баллы влияет запуск пилы, время валки, угол и глубина под пилом. Не все, конечно, получилось, как хотелось бы. Есть волнение, конечно. Но так в целом, в принципе, практически угадал накол. Штраф, конечно, был по пеньку. С кем не бывает. Комбинированная и точная раскрижевка, обрубка сучья, замена цепи. Лесорубы соревновались в разных дисциплинах. Причем и профессионалы, и новички. Например, Марс Салеев лесоводом стал совсем недавно. В конкурсе же участвует второй год. Мы должны были спилить и не попасть в фанеру, чтобы не задеть. И точно спилить, чтобы отошло. Валка у меня не очень прошла сейчас. И по времени разборки, сборки пилы тоже время опаздывал. А так все соревнования очень нравятся. Нижегородская, Марийская, Чувашская республики. Конкурс ежегодно собирает дровосеков из разных городов. Привлекает и огромное количество зрителей. Подержать пилу в руках и почувствовать себя настоящим лесорубом. Здесь полгаза. Тяжелая. Это не так непросто, как кажется. Пожалуй, самым красивым направлением стала резьба по дереву. Филинг, гном, медведь, кого здесь только не встретишь. Стаса по итогам конкурса «Лучший лесоруб за Волжье» отправится на всероссийские соревнования. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. «Лучший водитель такси в России-2018». В Чебоксарах прошел региональный этап этого конкурса. Виртуозно уходят от погони, перепрыгивают через мосты. В кино все таксисты все равно, что гонщики. Буквально за несколько минут они могут намчать героя куда угодно. Самые брутальные актеры примеряют на себя роль водителя такси. А какой он, лучший таксист в настоящем? Как я. Лучший таксист в жизни. Как выглядит? Какой это человек? Я не знаю, я не видел, но, наверное, всем важно быть вежливым, честным, аккуратным. Самое главное, на дороге. И уважение к другим участникам движения, в том числе и к своим же пассажирам любимым. Самый прекрасный, самый замечательный, самый красивый, воспитанный, культурный. И вообще всех любит, всех уважает. И в том числе на дороге. Вы такой? Стараюсь быть таким. Змейка, маневрирование, параллельная задняя парковка. Шесть элементов участникам нужно выполнить на время. Так выглядит практический этап конкурса. И, что самое интересное, что больше всего приковывает внимание зрителей, это плавность вождения. Со стаканом, полным стаканом воды на крыше. И чем меньше участник прольет воды из стакана, тем выше он показал плавность вождения. Участникам предстоит пройти теоретические задания. Это проверка ПДД на компьютерах, а также знание истории Чувашской республики и истории такси в России. Чубоксары второй по счету город, где проводится региональный этап конкурса. За звание лучший водитель такси Чувашии боролись 22 участника. Артур Бучковский первый приступил к практическому заданию. За рулем он уже 10 лет, из них 2,5 года работает в такси. Но даже такому опытному водителю на конкурсе сложно справиться с волнением. Волнение на старте, конечно, появилось все-таки. Уже после сбитого конуса уже прям как-то этот... Я понял, что я его задену, чуть-чуть неправильно заехал. Здесь все-таки волнение из-за массы людей, как бы. Я думаю, один бы я приехал и вообще все идеально сделал бы. Доказывают, что девушка за рулем – это не опасно или смешно, а безопасно и аккуратно две участницы конкурса. Наталья Разумова устроилась работать в такси год назад и нисколько не жалеет об этом. Говорит, что очень любит свою работу. Наталья даже поделилась своим секретом поведения с неприятными пассажирами. Разные случаи, конечно, бывают. Разные. Но я стараюсь не портить себе настроение из-за какого-то человека. Просто стараюсь как можно аккуратнее и быстрее доставить до точки Б. И пожелать всего хорошего, удачного дня ему и все. Ругаться и смысла нет. Кстати, поведение водителя в стрессовой ситуации будет оцениваться в финале конкурса. Он пройдет 10 октября в Сочи. Там лучшие из лучших поборются за главный приз. Чувашию представит Илья Ильин. Пожелаем ему удачи. Юлия Важенин, Андрей Шоклев, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова